Всем здравствуйте! У нас прямой эфир, в прямом эфире занятие. Занятие по голосу. Я сейчас проверю. Да, эфир пошел. Занятие у нас второе. Лев, как прошла неделя, кстати, у вас? Второе занятие в эфире. Мы ставили задачу. Напомните, какую задачу вы решали на этой неделе и, соответственно, насколько удалось ее решить. Ну, именно я работал над... Как это? Вариативность речи или как это назвать? Интонационная выразительность речи. В данном случае мы работали над диапазоном голоса, речи над тем, чтобы речь была не монотонная, а более выразительная. Да, вот именно так. Я это делал с помощью чтения пароля. Ну, вот к ней брал какую-то детскую сказку, я брал, и читал ее по ролям. В некоторых местах я умышленно менял образ персонажа. То есть это мог быть маленький поросенок, который говорит очень, ну, басисто и громко. Например, если это сказка «Три поросена». Ну, вот так. То есть был такой грубый, например, маленький поросенок, и при этом песклявый, трусливый, серый волк. Но потом я это менял, потому что было интересно, как это работает. Также пробовал читать без выражения, но первые два дня. Потому что потом, во-первых, не было желания читать без выражения, оно совсем отпало. О, да вы что. То есть у нас главная задача была не в том, чтобы вас научить этому, а в том, чтобы включить вас изнутри, не заставляя вас спровоцировать вас на то, что вам хотелось читать выразительно. Это основная задача, которую я перед собой ставил, передать вам. Отлично. То есть ее удалось передать. Сработало, да. Вот. И при этом я также в разговорной речи немножко игрался с интонацией в опросительных, в утвердительных предложениях и так далее. Лев, здесь очень важный момент. Насколько естественно, на ваш взгляд, звучала речь? Вы себя чувствовали в своей тарелке? Или все-таки это было декламирование, изобразительное такое речевое искусство? Там было, как будто я издеваюсь, но я это делал специально и с близкими. То есть просто в шутку они были в курсе. Там все в порядке, это даже было немножко весело. Это важно. Потому что если бы вы импровизировали с теми людьми, которые об этом не подозревают, в важных для вас ситуациях, то на первых порах этого делать не стоит. Ну, конечно. Но при этом я заметил, что в речи с обычными людьми, даже сейчас, ну вот с не столько близкими, как моя семья, я могу, ну как, я как-то спонтанно, ну все-таки повышаю голос, речь, тенды. Тон голоса, тон голоса, можно сказать. Повышаю тон голоса. В зависимости от ситуации, как по мне, это достаточно органично получается. Хорошо. А как было раньше? Или вы на это не обращали внимания, сейчас обращаете? Или это было по-другому? Это определенно было по-другому. Но раньше было более ровно. Я уверен, что я туда-сюда все равно ходил. Некоторые выразительности, она всегда присутствует у вас тоже. Но я думаю, что сейчас она стала более выраженной, по крайней мере. При чтении это точно, а в речи, мне кажется, тоже, но это субъективно. Лев, вот здесь я хочу вам предложить под запись, у вас ручка и блокнот с собой, есть чем и на чем писать. Да, конечно. Отметьте, пожалуйста, потому что здесь очень много субъективного сейчас вы назвали. И один очень такой важный момент. Прошу вас сделать 2-3 аудиозаписи вашего общения для себя. Можете мне не высылать, но проверьте вашу гипотезу. Важно сделать что? Включить на запись ваш диктофон на телефоне, например. Есть же, да? Да. И начать общаться. Наверняка вы в какой-то момент отвлечетесь от процесса запоминания, то есть от фокуса на том, что запись идет. Отвлечетесь разговором, отвлечетесь. Если это произойдет, то будем считать, что запись уже будет успешно сделана. Отгадайте, что нужно будет прослушивать, какой фрагмент вот этого разговора? Ну, последний. Когда вы уже не помнили, что запись происходит. Это важно. Как вам кажется, почему мы с вами сейчас не разговариваем о том, чтобы надо своей речью обязательно управлять в разговоре с другими людьми, и это основная наша цель? Почему мы вот такие цели не называем? Почему мы говорим про спонтанную речь? Ну, на личном опыте, потому что, когда я начинаю думать, во-первых, теряется мысль, и очень трудно и держать фокус и мысль, которую я хочу передать, и при этом еще управлять каким-то образом голосом. А во-вторых, это получается неестественно, ну и, наверное, все-таки это напрягает очень сильно. Это же X2 напряжение такое. Да, вы думаете о двух одновременно вещах, и, естественно, о каждой не можете думать достаточно качественно. Полноценная, ну да. Да, и видите, в чем дело. Есть у нас мышечная система речевого аппарата. Ее можно условно разделить на две структуры. Поперечно-полосатая мышечная система и гладкая мускулатура. Вам известна эта градация? Я помню, я когда съемки проводил. Ну, вторая муха, скажем. А, я напомню, потому что у нас есть зрители. Да. Поскольку, когда мы начинаем контролировать нашу речь, наше дыхание, мы включаем поперечно-полосатую мускулатуру. Это достаточно сильные мышцы, по сравнению особенно с гладкой мускулатурой, которая управляет нашей речью. И мы гасим все спонтанно и природное в нашем речевом аппарате. Потому что спонтанное и природное, в первую очередь, это работа гладкой мускулатуры. Поскольку сил у нее немного и амплитуда небольшая, возможность управлять речевым аппаратом осознанно у нас очень большая, колоссальная. Но это грубо. И это мгновенно снижает потолок возможностей в нашей речи. В естественности речи. Вот как вы говорите, теряется естественность. Потому что это как картина, у которой нет оттенков. Есть коричневый цвет, есть черный, есть красный. Вот такими пятнами все нарисовано. Это, по сути, управление поперечно-полосатой мускулатурой. Так бы выглядело в художественной живописи, например. Ну и соответственно все оттенки, тонкости, палитры и так далее, все градации, нюансы. Это гладкая мускулатура, которая помогает нам спонтанно. Как мы в детстве громко говорим, естественно. Как наш голосовой аппарат спонтанно, легко, после первого нашего вдоха, вот первый наш крик, он звучит, как правило, прекрасно. Понятно, по крику можно определить и здоровье малыша. По голосу много что можно определить. По крайней мере заподозрить и уже дальше проверить другими средствами. Ну вот этот спонтанный крик, он является показателем того, как работает рефлекс, естественный рефлекс нашего голоса. Дальше накладывается такой осознанный процесс. Мы запоминаем слова, интонации, как передавать те или иные смыслы. И вот это осознанное управление речи постепенно переходит в такой условный рефлекс. То есть безусловный рефлекс, ему добавляется условный. И в итоге, когда мы работаем с речью, мы должны, научившись осознанно чем-либо управлять, все это складывать в условные рефлексы. Без этого никак. Теперь работа с речью состоит еще из двух моментов. Первый, обучение чему-либо новому. И второе, разблокирование того, что мы и так уже умеем. Бывает так, что мы, например, можем говорить медленнее, но в какой-то ситуации мы все равно говорим быстро. Или мы можем понижать тон голоса физически. Наш голос на это способен, на это дается нам легко, когда все в порядке. Но когда что-то не в порядке, когда это, как правило, стрессогенный фактор, наше напряжение, какая-то сверхответственность или что-то подобное, то мы как бы теряем эту способность. И найти эту способность в нашей речи значит разблокировать эту возможность в определенной ситуации. Мы эту возможность себе возвращаем в эту ситуацию. Так-то она у нас и так есть. Мы ее лишь перемещаем. И в итоге условный рефлекс у нас уже готов. Некоторые возможности в речи требуется только разблокировать. Именно поэтому на отдельную часть, на значительную часть, могу сказать, работы с речью уходит не 21 день-40 дней, когда у нас чего-то закрепляется, мы отрабатываем. Дальше 2-3 месяца для автоматизации или даже дольше. Потому что там совокупность целой умений. А именно буквально один опыт, который позволяет нам переосознать вот эту возможность в себе, пережить по-новому. Ну, можно сказать, это можно отнести к разделу эмоционально корректирующий опыт. Как раз я часть своих техник даю через него. Через то, что, помните, Лев, такое задание было в конце нашего предыдущего занятия. Оно, кстати, на моей стене размещено, для зрителей говорю. В конце я давал, я предложил вам говорить безэмоционально. Полностью монотонно. Это можно отнести к разделу вот как раз вот этих процедур, этих предписаний. Да. Потому что вот вы сами заметили, что уже не так хочется говорить монотонно. Как-то тянет, естественно. Вот это была моя попытка в сторону разблокирования сделать шаг. Такие инструменты, конечно, применяются не так просто. Это выглядит легко. На самом деле, тот, кто хочет их дать, должен относиться очень внимательно и выслушивать. Человек должен запросить это, во-первых. Потом внимательно нужно разобраться с тем, как он мыслит, с тем, как ему это передать. И уже, исходя из этого, сказать фразу, предложить некое действие. И в этом случае это будет срабатывать. А так это будет как пальцем в небо. Может сработать, может нет. Когда 50 на 50 встречу дракона на улице или нет. 50% да, 50% нет. Так же и срабатывает, если это делать необдуманно, как-то не понимая предпосылки. А выглядит это очень просто. Лев, я тут в лирику ушел, немного в теорию того, как работать с речью, как менять что-либо. Я лишь объясняю, что кое-что мы можем сделать очень быстро. Прям крайне быстро. Результаты некоторые у нас идут сразу. Ну, а что-то нужно закреплять. Вот у вас как раз работа состоит из этих двух частей. Что-то нужно разблокировать. И тогда идет естественный процесс изнутри. Я уже хочу. И я не знаю, почему я раньше так не делал. Я не могу уже по-другому. Теперь я действую по-новому. И второе. Я обучаю свой голос новому. Я разрабатываю голос. Я обучаю себя интонированию. Ну и подобные вещи. Ну ладно. Давайте поставим на сегодня цель. У нас осталось 15 минут официального времени урока. Сжимаемся. Как сериал Симпсон. Это 25 минут, да, серия длится. В общем, какую цель бы сегодня вы хотели поставить? Во-первых, смотрите. Вот у вас интонирование стало лучше. Можете сказать по десятибальной шкале, сколько шагов вы сделали? Где десять, это ваша цель. Где десятка, это речь, которую вы бы хотели. Это может быть не оратор в последней инстанции, и которого уже никто не перебьет, не переборет. Но тем не менее, вас устраивающий вариант. Ну, наверное, около пяти. Вот где-то так. Если за десятку брать вариант, когда я без упражнений говорю таким голосом. Да, пожалуй, я бы без упражнений поставил на 12-14 цифру, потому что автоматизация – это все-таки не время двух занятий. Это немного дольше. А десятка – это было бы с небольшой подготовкой. Возможно, вчера вы готовились, сегодня немного повторили. И в течение дня у вас долгое время длится эффект. Например, несколько часов, полдня. Вот это вполне приемлемая такая достижимая цель. В таком случае… Не, ну так-то почти десятка. Так, сколько шагов вы… Где вы были до первого нашего занятия в эфире? И сколько шагов прошли? Может быть, один шаг, может, полшага, может, больше? Ну, я бы сказал, что… Нет, мне кажется, тут много шагов, в смысле… Сколько? Я бы сказал, что я был на единичке-двойке, потому что я особо не интонировал, ну, вообще. Плюс голос таким, как после упражнений, ну, не был. Он был другим, но не именно таким. Вот. И опять же, желание появилось интонировать, да, ну, более эфир, скажем, да, и я бы сказал, что я прошел достаточно много шагов, ну, до семи-восьми, это если взять с двойки, то это шагов пять-шесть, плюс пять. Ну, если брать за десятку, то, как вы сказали, что занимался там на сегодня чуть-чуть, позанимался, и в итоге полдня там держится это все, вот. Хорошо, Лев. Будем считать… Потому что шаг сохраняется достаточно долго после занятий, и если отдыхать, ну, не постоянно говорить, то голос и не устает, и, как бы, эффект остается. Эффект становится дольше или он изначально длился долго? Нет, я думаю, он становится дольше, но я просто вначале делал вечером. Делали вечером. Ну, а сейчас иногда вот бывает, что днем сделаю что-то, и эффект сохраняется. Тогда у вас есть возможность проверить? Да, да. Хорошо. Ладно, Лев. Когда я делал где-то днем упражнение, до сих пор эффект сохраняется. Именно вот чтение с интонацией, ну, с выражением. Как вы смотрите на то, чтобы как раз почитать с выражением сегодня, но с особым заданием? С эмоциями, да? С эмоциями, да. Да, да. Мне было бы интересно. Я маленечко попробовал, вот. Ну, что-то получилось, что-то нет, но я просто, я был уверен, что вообще получится. Лев. Лев, сейчас в рандомайзере вбейте от 1 до 15 задачу, и пусть он выберет цифру, мне ее не называйте, и откройте тексты, которые я вам прислал, это анекдоты. Ох ты, как сложно попалось. Ладно. И ваша задача с этой эмоцией читать. Я постараюсь угадать и прошу тех, у кого есть списки эмоций, также в комментариях написать цифру, которую они предполагают. Нет, просто самое сложное, наверное, попалось. На, ничего страшного. Хорошо. Ладно, Лев. Простых задач мы себе не ставим. Да, я не против. Пусть будет так. Сидит на дороге маленький дракончик и горько плачет. Ты чего плачешь? Да вот маму съел, папу съел. Да и кто же ты теперь после этого? Как кто? Разрыдавшись, круглый сирота. Хорошо, Лев. Непонятно, да? По моему опыту, сейчас мы упростим задачу тем, кто будет комментировать, на рандомайзере выберите еще одну эмоцию, и мы на контрасте посмотрим, что получится по сравнению с этой, как будет звучать другая. И мы предположим оба варианта. Я помню, вот сейчас, как вы читали, у меня есть уже подозрение. Я, ладно, будем честны, в общем, выбрал я сейчас. Было желание нажать еще раз. Хорошо, выбрали. Чтобы было как раз. Но... Второй вариант. То же самое прочитать? Можете продолжать. Ученые изобрели новое атомное оружие. После испытаний на конференции корреспонденты спрашивают. Скажите, по вашим оценкам, какова была мощность взрыва? От 10 до 100 килотонн? А почему такой большой разброс в оценке? Ну, мы сначала думали 10 килотонн. А оно как бабахнет. Да. Вот. Что ж, я посмотрю сейчас в комментариях, если гадать буду только я. Я сейчас... Я предполагаю, Лев. Ладно, гадаю только я. Первый вариант у вас был 7, наивно, удивленно. Да. А второй вариант у вас был 10, светочен напряженно. Нет. Нет. Второй вариант нет. Второй вариант немного усильте, как бы проясните это, сделайте его более гипертрофированным. Можете продолжать читать наш текст. Куда же еще там. Ого. Ладно. Могу жестикулировать? Можете. Но это очень сильно подскажет, ладно? Это подскажет, конечно, да. В том, что найденные возле житомера кости принадлежащие собаке, убедился известный археолог Капай. Сейчас он очень-очень сожалеет о том, что... Это 13 номер, просительно плаксиво. Да. Хорошо, Олег. Выберите что-то еще. Выберите еще номер, пожалуйста, и продолжите читать, пожалуйста. Так. А где корова моя любимая? Ты что, Михаила? Я сейчас еще раз... 20 лет уже прошло. Так я и спрашиваю, где моя корова? Да ты что, Михаила? Корова 8 лет живет. И где корова? Ты в какой науке силен? В зоологии или в механике? В механике. Сломалась твоя корова. Так, Лев, я предполагаю, что это номер 5. Это не он. Нет. Опять нужно более гипертрофировано. Я услышал, что это было безысходно тоскливо. Нет. А повторить какой-то из текстов или какой-то другой взять? Можете по кругу сначала, если они кончились. Сидит дракон маленький на дороге и горько плачет. Ты чего плачешь? Да вот маму съел, папу съел. Но это же не снова наивно удивленно? Нет. Нет. Продолжайте. Ну и кто ты после этого? Как кто? Круглый сирота. Так. Второй раз смеемся над анекдотом. Но пока. Слушайте. Может я больше акцент сделаю на первую часть из этих двух? Ну, здесь был больше акцент на вторую часть из двух слов. А, словосочетание, да. Там через сере у нас оттенки идут. Ах, ах, ах. Нерешительно кротко может быть. Нет. Вообще. Попробуй еще раз, да? Да. Ну и тогда с меня вариант, как это читается потом. А, да. Я сейчас не могу рассказать. У каждого свой вариант. С вариацией, конечно. Так, сейчас. В том, что найденные возле житомера кости принадлежат собаке, убедился известный археолог Капаев. Сейчас он очень сожалеет о том, что трогал чужую еду. Нету, как будто это еду. Ну, как будто мечтательно, если так. Ну да, один, так сказать. Распоренный мечтатель. Ну, я не знаю. А, да. Да, вы, возможно, даже сильно старались, чтобы это передать. Тогда получилось то, что у нас тоскливо было, то удивленно. Ну, возможно. А вы сможете, да, прочитать? Да, мечтательно. Так, сейчас я открою текст. Умиротворенно-мечтательно. Сидит на дороге маленький дракончик и горько плачет. Ты чего плачешь? Да вот маму съел, папу съел. Ну и кто же ты после этого? Как кто? Круглый сирота. Ну, у меня с умиротворенно здорово. Ну, я с умиротворенно вот особо на него акцент не делал, потому что, ну, вот, я на мечтательно делал. Все равно у каждого свое прочтение, естественно. И то, что я сейчас не угадал, это, конечно, возможно, не показатель. Но учтите этот момент, потому что вам пришлось, пришлось многократно все это подтверждать. Хорошо, Лев. Давайте обратимся сейчас к тому, где мы сейчас находимся. У нас с одной стороны сейчас финал занятия, оно оказалось максимально коротким. С другой стороны, мне хотелось бы предложить вам поставить цель вперед на будущее и обратить ваше внимание на кое-какие моменты. Звучит немножко пугающее. Хорошо. Вот сейчас нарисуйте на листке стрелку слева направо. В финале этой стрелки будет десятка. Десять – это то, куда вы идете. По крайней мере, ближайшее достижение. Такое крупное, но ближайшее. Поставьте семерку, на которой вы, как сказали, находитесь. Или восьмерку, да? Семерка. А, которую мы вначале обсуждали, а в десятку. Ту самую десятку, да? Да, ту самую. Хорошо. Сейчас на семерке. И вот мне было бы интересно. Представьте, что прошло месяца три. Вот мы с вами сидим. Или вы, может быть, где-то находитесь. И у вас уже есть ваш результат. Вот это десятка точно. Даже одиннадцать или двенадцать. Угу. По этой шкале. Как бы это выглядело? Если бы это была какая-то ситуация общения, это может быть нестандартное место, в котором происходит ситуация, где вы проявляете вот те самые десять-двенадцать по этой шкале. Сейчас вы на семерке. Вот десять-двенадцать. Как это выглядит? Можете описать в вашем представлении? Расскажите, пожалуйста. Чтобы представить, такой образ сразу появился. Где-то слышал про Пушкина. В общем, что это был обычный, невысокого роста мужчина. Но когда он вставал на стул, он начинал читать стихотворение. Все оборачивались и замолкались. Ну, вот так. Ваше слово привлекает внимание, да? Да, абсолютно внимание, да. При том, что я не прикладываю к этому особых усилий. Как правило, это и получается лучше. Потому что в случае, когда прикладываешь усилия, вначале обернувшись, потом могут отворачиваться. Наверное, когда устал, вероятнее всего. Хорошо. Что на восьмерке? Вот вы говорите, что вы прыгнули на пять шагов вперед. А восьмерка? Даже, может быть, девятка. Что на ней? Можете описать? Сейчас подумаю. Но, скорее всего, это тот момент, когда... Если десятка, это когда нужно маленечко потренироваться, эффект сохраняется весь день. Вы можете думать не логически, а посмотреть как бы из этого момента вперед. Увидеть, где в ближайшее время вы хотели бы находиться. На что это похоже? Как это звучит? Более точно попадать в эмоции, интонацию. Если вот этот момент тоже учитывать в десятке. То есть, что я могу передавать эмоции с помощью речи, без жестикуляции, а именно тембром и интонацией, то это было бы где-то вот... Ну, проявление как раз и должно тоже систематически развиваться. Вот. Но если это разбить на две шкалы, то я бы отнес эмоционально эмоции где-то на 4-5. То есть, у меня есть возможность какие-то выражать, которые я в жизни часто применяю и умею. Или применял раньше. Ну, то есть, вот такие. А какие-то мне практически незнакомые, и я не знаю, как их демонстрировать. Вот такое. Знаете как? Вот эмоциональная выразительность нашей речи, она основывается не только на возможностях речевого аппарата, но и на нашем жизненном опыте. Ну да. И в этом случае, кроме самой работы с голосом, рассмотрите варианты вот того, что вы не знаете, как выразить ваши речи. Подобный опыт пережить. Ну, в таком подъемном, конечно, масштабе, чтобы это не было для вас серьезным событием жизни, что я вам дал задание, и вы тут начали делать подвиги. Подвиг делать не нужно, но какие-то оттенки можно поймать из литературы, с которой вы могли бы ознакомиться. Может быть, вы знаете произведения, которые эти эмоции могут вызывать. Также в необязывающих... Что? Игра актеров в кино. Игра актеров в кино в целом маловато. Можно смотреть, можно, но маловато. Надо все-таки в собственный опыт все это загонять. А как же это загнать? Вот первое вы читаете, и это лучше, потому что здесь вы уже... Вы больше работы делаете в этот момент, чем когда смотрите фильм. Есть ситуации, когда вы находитесь в необязывающих взаимоотношениях с людьми, например, где-то на кассе в супермаркете, или прохожие, кто-то на остановке, или где-то еще. Вы могли бы для себя сделать такой коммуникативный вызов, что ли? Вы бы переговорили в двух словах. Возможно, где что находится, или сколько времени у вас по каким-то причинам нет. возможности узнать время. Но для себя поставили бы цель испытать определенную эмоцию. То есть в определенном ключе эти пару фраз обронить, и, соответственно, в этом ключе разговор продлить. Это опыт, который вы точно не забудете, который вы точно инициируете, и даже если будет эмоция не та, эмоционально вот этот диапазон у вас расширится. Но должна быть, конечно, изначальная идея, как в эту эмоцию... А какие краски вы хотели бы добавить в голос? Ну вот я не уверен, что, допустим, хотел бы, в принципе, использовать безысходность и тоскливость. Ну, то есть, ну, думал, что за это... Ну, не хотел бы. Не хотел. А, да, ну, то есть, и вот, например, с этой эмоцией у меня есть какие-то проблемы, да? Ну, в плане развития, но с другой стороны, хотя бы, когда я вспоминаю... Знаете как, ну, вот если представить, где в окружении в нашем эта безысходность и тоскливость существуют, вот и поет кто-нибудь на гитаре, или сидит, и человек просто просит подаяния. Ну, не нужно, не обязательно с ним общаться. Ну, вы можете достать монету и дать. Может быть, вы так бы для себя как-то, ну, когда вы совокупили этот опыт, как бы сопереживание. Это не значит, что... Нет, я понял. Принять это как правило жизни. Как пример, как... Как пример сопереживания в этом контексте. Угу. Вот, ну, и у меня больше, наверное, сложности с какими-то такими вот... Не знаю, нет, наверное, у меня с разными есть, вот если даже из этих посмотреть, есть просто, например, командный и безапелляционный, да? Да. Мне вроде я пробовал, это далось достаточно просто. Вот. Озорно, бодро получилось достаточно хорошо. Вот. Какие-то я еще пробовал, но... А какие-то спокойные вот у меня хуже получаются. Вот так скорее. Ну, то есть, которые... Спокойные. Спокойные хуже, да? Да. Скорее так. Не скажу, что я бы слишком ликовал, да? Ну, тоже так. У меня бы ярко, вряд ли получилось очень ярко ликовать, но... Ну, да. Но спокойные... Давайте примем, что для начала вы все-таки раскачаете голос в большую экспрессию, а спокойствие вы сможете всегда добавить, потому что после экспрессии идет некоторое утомление, усталость, и естественным образом вы туда опуститесь. Поэтому я все-таки сторонник того, чтобы вы раскачали возможности вверх, а все остальное будет даже по итогам каждого из подходов, когда вы будете экспрессивно говорить. После этого можете какой-то противоположный вариант взять и также его проговорить. У меня есть среди клиентов вот такие примеры, когда можно себя измотать в каком-то смысле, далеко пройти или сделать много подходов спортивного какого-то процесса. и в итоге наступает спокойствие и какие-то вот такие более приземленные, что ли, ощущения. А до этого идет серьезная взбудораженность. Ну, это, конечно, эмоциональный момент. Но один из способов – это работа через тело или работа через нарочную такую экспрессию, которую вы выражаете. Поэтому вот два момента. Первый – если какие-то особые краски вам не даются, то вспомните, есть ли у вас такой опыт в жизни, если нет, то найдите для себя ситуации, в которых вы могли бы хотя бы сопереживать в этом контексте человеку, который это испытывает. И говоря уже о том, чтобы в некоторой степени пережить, сыграть это. Если у вас будут вопросы по конкретике, я вам уже вне этой консультации дам рекомендации. Просто там специфические вещи, я в эфире это говорить не буду. Ну, я понял, хорошо. Ну, и тем более надо будет обсудить более детально, а там уже более личный момент такой был. И второе – когда хочется более нейтральные, спокойные эмоции добавить, тогда идите через экспрессию, и после этого стремитесь… То есть как бы поочередно. Вначале утомились, а потом отдадая и демонстрируете, да, более спокойный такой тон. Вот рекомендация то, что вам я предложил бы для шагов к семерке, на которой вы находитесь, к девятке, которую мы с вами сейчас обсуждаем, и я бы предложил вам достигать. Я повторю, что правильно ли я понял? Да, конечно, это важно, говорите. Вот эмоционально, даже по списку этих эмоций, попробовать, если этого нет, ну, я не имею представления, как это в жизни, то попробовать либо пережить это, либо представить какую-то роль, ну, кто это мог бы быть, и каким-то образом, либо понаблюдать и попробовать симпонировать, либо… Лучше, чтобы это был реальный человек, какой-то прохожий, не то, чтобы представить, а именно повзаимодействовать. Симпонировать, да, в жизни. Что переживать. Ну, да. Вот, ну и увеличивать можно еще жизненный опыт эмоций через книги, ну, то есть через чтение и представление, я так понимаю, переживание того, что происходит, ну, события в книге, которые приводят к каким-то эмоциям персонажей, ну, что-то разбирать. На мой взгляд, это путь более простой и менее эффективный, но мне кажется, это допустимо. Единственное, что вот кинематограф, это, конечно, хорошо, но еще менее эффективно, потому что меньше работы мозга идет. Мы на автомате можем что-то просмотреть, вроде сопереживали, но нас по этим рельсам прокатили, не мы по ним шли. Там тем выявлен. Про художественную. Да, литературу художественную. Так, Лев. Вот, и про то, что, чтобы более эффективно эмоции какие-то, ну, низкие, грустные, там, спокойные, воплощать в жизнь, можно немножко сыграть на контрасте. Сначала, ну, возбудить как-то систему вот эту эмоциональну, а потом она сама захочет у них. Ну, вот так. Лев, скажите, пожалуйста, а для чего получать новый жизненный опыт, если вы не сильно имеете об этом представление? Можно же в целом вообразить? Ну, наверное, можно. Вот. Можно же вообразить этот опыт, что он есть. Вы же видели кино какое-то. В целом, можете представить? Ну, вот это как раз когда в книге, ну, я так понял, считаешь и представляешь, как чувствует себя герой. Но я не тот. Я склоняю вас к тому, что чем больше реального опыта вы получаете, тем быстрее эти краски в вашем голосе появятся. Да, это понятно, да, человек хочется чаще на своих поступках, чем на то же. Поэтому прошу вас, да, совершать эти поступки, но аккуратно. Единственное, что в этом нестандартном задании предлагаю вам следовать принципу маленьких шагов. Что это значит? Это должно быть что-то очень небольшое, легко подъемное, просто с нужной краской. Пусть эта краска проявляется не ярко, но зато для вас эта ситуация безопасна. Как понимаете меня? Ну, грубо говоря, чтобы почувствовать там трагедию, драму и что-то подобное, не нужно ссориться со всеми и там что-то в этом роде. А можно каким-то образом это почувствовать очень мягко и доступно и комфортно? Ну, вот что-то в этом роде. Хорошо. Ну и также не ходить в эйфорию там дикую, чтобы почувствовать восторг, а немножко порадоваться, ну, порадоваться, может, чуть более, как такое. Хорошо, Олег. Ну, давайте в финале нашего занятия я прочитаю эти анекдоты, вы за мной поимпровизируете, как вы на это смотрите, чтобы мы сейчас вернулись к такому «делай, как я», я так называю. Хорошо. А мы будем читать в эмоциях? Я могу попробовать поугадывать? Или мы будем просто импровизировать? Давайте выберем. Давайте сейчас пойдем прям по порядку. О, хорошо. Тогда телефон, ну, чтобы мне было интересно, я мог использовать это. Вы можете, давайте так, у меня, вы будете за мной повторять, поэтому текст будет у меня. А вы откройте у себя характер речи, вот этот список, вы называете мне, я буду так читать, а вы за мной повторять. Хорошо? Хорошо. Давайте, что у нас первое? Озорно бодро. Озорно бодро, поехали. Сидит на дороге маленький дракончик. Сидит на дороге маленький дракончик. И горько плачет. И горько плачет. Ты чего плачешь? Ты чего плачешь? Да вот маму съел, папу съел. Да вот маму съел, папу съел. Ну и кто же ты после этого? Ну и кто же ты после этого? Как кто? Как кто? Круглый сирота. Круглый сирота. Следующее. Безэмоционально сухо. Лев, вот то, что мы сейчас прочитали, соответствует? Похоже? Да, я примерно так и показывал. Ну, не в чем-то, но плюс-минус, да. С подъемами и коктями. Безэмоционально сухо читай. Да. А где корова моя любимая? А где корова моя любимая? Ты что, Михайло? Ты что, Михайло? 20 лет уж прошло. 20 лет уж прошло. Подходит? Да. Получилось. Идем дальше. Зидательно-поучительно. Так и я спрашиваю, где корова моя? Так и я спрашиваю, где корова моя? Но зидательно-поучительно, это скорее позиция сверху, да, как педагог? Да. Мне хочется пальцем грозить. Можете же стекуляцию отпустить, она поддержит, а потом уже убрать. Потому что все-таки организм, если включается полностью, не держите его. Да ты что, Михайло, коровы 8 лет живут. Да ты что, Михайло, коровы 8 лет живут. И где корова? И где корова? Соответствует то, что я понимаю? Да. Да, немножко зло. Ну, назидательно-поучительно, да, немного агрессивно получается. Таинственно-волшебно. Следующее, таинственно-волшебно. Поехали. Меня хорошо видно? Да, видно хорошо. Ты в какой нау... Идем дальше. Ты в какой науке силен? Ты в какой науке силен? В зоологии. В зоологии. Или в механике. Или в механике. В механике. В механике. Сломалась твоя корова. Сломалась твоя корова. Вот, в конце разогнались. Да, в конце, да. Идем дальше. Дальше. Возвышенно вдохновенно. Ученые изобрели новое атомное оружие. После испытаний на конференции корреспонденты спрашивают. Это возвышенно вдохновенно же было, да? Да. Ну хорошо. Как вам кажется, близко было сейчас? Да, маленько как будто я издевался, но да. Пусть это будет иногда саркастично, гипертрофировано. Делайте как можете сейчас. Наивно, удивленно. Вот это сложно. Да, сложно. Скажите по вашим оценкам. Скажите по вашим оценкам. Какова мощность взрыва? Какова мощность взрыва? От десяти до ста килотонн. От десяти до ста килотонн. Наивно, да? Наивно, удивленно. Угу. А почему? А почему? Такой большой разброс в оценке. Такой большой разброс в оценке. Это как это, как львенок. А теперь покатай меня большой черепаха. А я вспомнил наши раши. А кто это сделал? Ну тоже. А, кто это сделал? Кто? Да, да. Дальше. Тревожно взволнованно. Ну мы сначала думали. Ну мы сначала думали. Десять килотонн. Десять килотонн. А оно как бабахнет? А оно как бабахнет. Это, ну и получалось достаточно хорошо. А, сонно задумчиво. В том, что найденное после. В том, что найденное после. Возле Житомира. Возле Житомира. Гости принадлежат. Гости принадлежат. Собаки. Собаки. Убедился известный археолог. Убедился известный археолог. Капаев. Капаев. Да, отлично. Сосредоточено напряженно. Сейчас он очень сожалеет. Сейчас он очень сожалеет. О том, что трогал. О том, что трогал. Чужую еду. Чужую еду. А дальше, да? Умиротворённый мечтатель. Сидит на дороге маленький дракончик. Сидит на дороге маленький дракончик. И горько плачет. И горько плачет. Ты чего плачешь? Ты чего плачешь? Да вот, маму съел, папу съел. Да вот, маму съел, папу съел. Идём дальше. Угу. Нерешительно кротко. Ну, и кто же ты после этого? Ну, и кто же ты после этого? Да. Как это? Как это? Как это? Хорько плачет сирота. Хорько плачет сирота. Сирота плачет. Плачетно плачет. Оно похоже было сейчас, вот то, что мы проговаривали, хоть близко было к эмоциям, на ваш взгляд? Да, да, близко. Сомиротворительно мечтательно. В принципе, я не совсем понимаю, как это происходит, но как-то происходит. Сейчас спросите на плаксиво. А где корова моя любимая? А где корова моя любимая? Ты что, Михайло? Ты что, Михайло? 20 лет уж прошло. 20 лет уж прошло? Какая корова? Так я и спрашиваю. Так я и спрашиваю. Где корова моя? Где корова? Да. Ага. Доброжелательно-тепло. Да ты что, Михайло? Да ты что, Михайло? Коровы восемь лет живут. Коровы восемь лет живут. И где корова? Где корова? Мне показалось, что с оттенком наивности, ну или у меня такой спрятался. Может быть. Командно-безапелляционно. Ты в какой науке силён? Ты в какой науке силён? В зоологии? В зоологии? Или в механике? Или в механике? В механике. В механике. Сломалась твоя корова? Сломалась твоя корова. Да. Похоже, да? Ну, туда опять с краской такой неведомый болезнь. Ну, как агрессивный. Да, да, небольшая агрессия. Да. Надо как-то, ага. Чуть-чуть более тонко градировать. Посмотрим. Что там ещё есть? Нет, всё, 15. Ну, окей. Потом прослушаете? Да. Ну, конечно, два момента. Первый, точность попадания. Может быть, вы более точно попали, чем я, в эмоцию. Или наоборот, точность попадания в эмоцию, в задачу. Ага. И точность попадания в повтор за мной. То есть, тут... А вот старайтесь. Мне кажется, как раз она очень проседала, потому что я был сосредоточен на эмоциях. Тогда выбирайте то, какую задачу себе ставили, вспоминайте в тот момент, когда будете прослушивать, и оценивайте, исходя из задач, которые поставили сами себе. Ну, хорошо. Ну что, Лев? Спасибо. Сейчас мы с вами подытоживаем занятие. Что сегодня было наиболее полезным на сегодняшнем занятии? Ну, наверное, моё знакомство с некоторыми эмоциями. Ну, в смысле, в плане... Я примерно увидел, как это демонстрирует, и... Ну, в какой-то момент ощутил, что при этом можно и почувствовать. Вот. И, опять же... Ну, вот этот метод, когда я повторяю за вами, в какой-то из эмоций, или там, в том тембре, или ещё что-то, по какой-то причине разгоняет немножко голос. Ну, то есть, наверное, это... А эффект похож на то, когда я читаю сам, но маленько другой какой-то эффект. Не знаю. А разгоняет с мыслями? Улучшает или... С более объёмным, и... Говорить становится проще с разными эмоциями. Ну, верхний... Ну, опять же, та же интонация будет. Момент повторения как-то разгоняет больше голос, чем когда сами... Ну, тренировка. Как-то по-другому. Я не скажу, что намного больше, но явно не хуже. Вот. Но по-другому. Ощущения другие маленько... Ну, это естественный момент. Я вам отдельно смогу это объяснить. Сейчас уже пора, конечно, завершать. Вот. Плюс по поводу... Ну, вот это задание про... Сыграть какие-то нужные мне эмоции, чтобы понять, как они переживаются, и как их можно изображать. Да? Вот. Это интересно. Я думаю, это... Я не буду отметать какие-то эмоции, которые я считаю, что в жизни мне могут и не пригодиться. Думаю, что разностороннее развитие – это здорово. Ну, в плане эмоций тоже. Почему нет? Попробовать пускай будет... Ну, в смысле, тем более маленькими шагами, как мы и говорили. То есть, он думает, что это допустимо, и все в порядке. Да, это достаточно безопасно, если делать это аккуратно, потихоньку. И обращайте внимание, это влияет еще на адаптивность речи. То есть, эмоции, которые, как вам кажется, вам в жизни не пригодятся, или пригодятся в меньшей степени... Да, вы вполне могли бы... Ну, как? Уже потом спонтанно. Угу. Воле комфортно себя чувствовать в диалоге с человеком, который это может испытывать. И он будет себя чувствовать комфортно. Ну, да. Это не значит, что вы будете это осознанно делать, и свой голос менять. Значит, что это будет у вас выстреливать, естественно. Пацаны. И как-то взаимопонимание быстрее будет налаживаться. Ну, да. Вот с этой стороны я даже не думал. Да. Отлично. Имея в виду именно спонтанность, когда это проявляется естественно, когда это в вашем опыте есть, когда ваш голос в эту сторону натренирован, не когда вы пытаетесь это сделать искусственно. Да. Именно само по себе. Угу. Ладно, Лев, благодарю вас за сегодняшнюю встречу. Спасибо вам, да. Это очень, ну, интересно очень. И в плане упражнения тоже классно. Немножко по-другому. И это разнообразие для того, как я могу читать по ролям еще с разными эмоциями. Ну, и сейчас есть куда обратиться, чтобы посмотреть примерно, как можно изображать эмоцию, если я не понимаю, или меня не понимают окружающие в этой эмоции. Обращайте в ближайшее время на два критерия вашей речи при тренировке. Первый – это диапазон голоса. Диапазон. Ну, когда вы поднимаете и опускаете, вопрос-ответ. Ммм. Помните, да, в прошлый раз мы с вами это проходили? Сколько я это верно использую. Да, и импровизировали в эту сторону. Да, вы это используете, это продолжаете делать. Ваша задача – этот диапазон разрабатывать физиологически. Хорошо. И второй момент – точность проявления эмоций. Да, что? Что? По диапазону разрабатывать, а чтобы было еще выше и еще ниже, или просто уметь не использовать? В первую очередь, пока легкость в широкой амплитуде. То есть вы расширяете амплитуду голоса, чтобы… Вы посмотрите в программе, которую я вам в прошлый раз скидывал. Да, но там у меня вот максимально покомфортно работает в районе 1 октавы. Вот этот комфорт хотя бы еще на пару тонов вверх и вниз, по идее, нужно разнести. Знаете, как разносить все это? Ну, фу, вот это вниз. Какой закон должен быть? В первую очередь, первостепенный закон в голосе, когда мы поднимаем и опускаем тон голоса. А, не напрягаться? Не напрягаться. А как это сделать? Как подготовить свой голос? Смотрите, Лев, я подсказываю сразу, чтобы упростить. Вы поднимаете тон голоса, и в этот момент вы расслабляетесь, и у вас опора как бы опускается. Когда вы его опускаете, ваш голос, опора как бы расширяется. То есть идет такой парадокс. При подъеме углубляется голос. Но это вы делаете за счет расслабления. Помните это упражнение? Это я делаю, да. Вот такую подготовку можно проводить перед разработкой диапазона. Да, вот это я буквально три раза делаю, и потом появляется больше легкости в голосе. Таким образом и делаете. Тогда легкость будет шире, чем одна октава. Да, маленько шире получается, если после упражнения. Обращайте внимание, сколько длится эффект после упражнения. Он, по идее, должен быть шире, 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 больше. Хотя бы кратно, в два раза должен, в конечном итоге, промежуток времени эффекта увеличиться. После упражнения, дольше. И про эмоциональность, да? И про эмоциональность. Здесь точность передачи эмоций по списку. И расширение эмоционального диапазона через опыт, через литературу, маленькими шагами. Да. Ладно, успехов, Лев. И до связи. Я, кстати, подчеркиваю, что то, что я делаю в эфире, это, конечно, далеко не все. Что-то я не могу просто и показать в эфире, и что-то будет некорректно в эфире как-то делать, да? Предлагать клиенту. Вы созванивались, я задавал вопросы. Да, мы отдельно созваниваемся. У нас есть то, что мы в эфир не выносим. Это естественно. Ладно, успехов. Да, спасибо большое. До свидания.